Первый адрес в списке неплательщиков – дом по улице Нагорной, 15. Здесь проживает семья из четырех человек. Двое из них – дети, пяти и десяти лет. Сумма долга перед ДГК за тепло и горячую воду превышает 20 тысяч рублей. Всего же за коммунальные услуги семья должна более 100 тысяч. Мне нельзя работать, меня запретили врачи. У меня туберкулез, меня никуда не берут на работу. На данный момент я нахожусь на лечении. Своего лица женщина не показывала, однако на контакт с представителями закона пошла беспрепятственно. Впустила в квартиру, подписала акт ареста имущества. У неплательщицы изъяли ноутбук. Его оценили в 20 тысяч рублей. Следующий адресат – житель дома Помухина, 18. За ЖКУ у него накопился долг в 110 тысяч рублей. Из них за горячую воду и тепло – 15 тысяч. Как утверждает собственник, долг он оплачивает ежемесячно, частями. Ему вручили извещение о явке на прием к судебным приставам. Он должен предоставить квитанции об оплате. Лучше сделать сверку, потому что мы по квитанциям не поймем, за какой период и по какому исполнительному документу. Понятно. Да, то есть вы можете оплачивать текущую, но при этом за должность вы можете не платить. По 3-4 раза в неделю специалисты ресурсоснабжающей организации вместе с судебными приставами обходят по 20-30 квартир в Благовещенске. Работают с 18 и до 24 часов. Между тем, с начала года юристы компании подали в суд 720 исков на общую сумму почти в 12 миллионов рублей. Их получили около 40 организаций и 700 собственников. До конца года еще 400 должников, среди которых и горожане, и юридические лица получат судебные приказы о взыскании долгов. При сумме долга свыше 3000 рублей мы можем накладывать арест уже на имущество. И в зависимости уже от ситуации мы либо оставляем на хранение должнику, либо изымаем его, передаем на хранение разыскателю, либо уже берем под собственное хранение. Вернуть изъятое имущество неплательщик может в течение пяти рабочих дней, погасив при этом все долги. Также можно подать заявление на реструктуризацию суммы за должности и выплачивать необходимую сумму частями. Специалисты дальневосточной генерирующей компании всегда пойдут навстречу должнику и найдут пути решения проблемы. В противном случае у неплательщиков могут удерживать из официального источника дохода до 50% прибыли. Могут и вовсе наложить арест на все существующие счета и банковские карты или же запретить выезд за границу. Одна из довольно-таки действенных мер – это арест имущества непосредственно на месте проживания должника. То есть в данном случае был совершен выезд по адресу проживания должника и наложен арест на имущество должника именно ноутбук. То есть в дальнейшем данный ноутбук будет, соответственно, ну, все зависит от поведения должника. То есть если задолженность была погашена, то, соответственно, это имущество вернется должнику. Если нет, соответственно, служба судебных приставов его реализует и денежные средства от реализации данного имущества пойдут в погашение задолженности перед дальневосточной генерирующей компанией. К принудительным мерам взыскания долгов амурская генерация вынуждена обращаться, потому как неплательщики ставят под угрозу надежность теплоснабжения и подачи горячей воды в дома. Вероника Федореева, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Амурское областное телевидение